Сказка о силе Елена Сидельникова Селена Жил-был один человек. Он был, как все. Работал, стремился к каким-то своим целям и желаниям. Чего-то достигал, а чего-то нет. В меру был счастлив и, в общем-то, был совсем непримечателен. И вот когда он уже прожил половину жизни, на него вдруг начали наваливаться разные болезни, и силы его стали иссякать. Казалось бы, он был еще не так уж стар, но все-таки сил едва хватало. Если раньше он как-то все же мог решать свои проблемы и утром после сна был уже полон на пять сил, то теперь настал период, когда сил с каждым днем становилось все меньше и меньше. Он чувствовал, что силы буквально покидают его. И тогда он взмолился. Ведь все мы, когда нам плохо, наконец, обращаемся к Богу за помощью. Он стал молиться и просить. Господи, ты прости, что я раньше не молился тебе, но почему ты так мало даешь людям силы, что им еле хватает на жизнь? Я ведь работал не для себя, а для семьи. Я все делал, как все. И хотя еще совсем не стар, но по силе уже почти что старик. Разве это справедливо? Мне всего пятьдесят лет, а силы уже закончились. Что же меня ждет дальше? И Бог ответил ему. Ведь Бог всегда отвечает, если к нему обращаются. Он сказал. Я дал вам достаточно сил, чтобы вы жили и тысячу лет, но вы так и не научились правильно использовать свою силу. Как это правильно? Спросил человек. Каждый человек просто что-то делает. Он работает, чтобы иметь пропитание и что-то чуть большее. Но на все ведь тратится сила. Почему ты не дал нам больше силы? Сколько бы силы я вам не дал, ответил Бог, вы все равно львиную долю тратите. Да, на все, что вы делаете, расходуется сила. И даже надумание или разговор. Сила расходуется на то, что в ваших жилах течет кровь, и на то, что вы дышите на пищеварение. Но вы вместо того, чтобы увеличивать свою силу, постоянно ее тратите на пожирателей силы. Пожиратели силы удивился человек. Кто-то пожирает нашу силу? Существуют пожиратели нашей силы? Зачем ты позволяешь им пожирать нашу силу? Пожиратели силы – это ваши негативные эмоции. И не я, а вы сами позволяете им пожирать вашу силу. Каждый раз, когда ты испытываешь гнев, зависть, злость, страх, уныние, скорбь, тоску, печаль, ненависть, беспокойство, раздражение, твои силы расходуются во много раз больше, чем если бы ты просто что-то делал, не испытывая никаких эмоций. И на то уходит львиная доля вашей жизненной силы. А каждый раз, когда вы смеетесь, испытываете радость, нежность, любовь, сострадание, принятие восторг, благоговение, доброту, счастье, вы увеличиваете свои силы во много раз больше, как если бы вы что-то делали вообще без эмоций. Такой способ я дал вам, способ увеличения своей силы. «Но зачем ты так все устроил?» – спросил человек. «Мне очень хотелось, чтобы вы любили друг друга», – ответил Бог. «И поэтому я показал вам, как разрушительно отсутствие любви». «Ну хорошо», – сказал человек, – «я все понял. Но как быть, если вдруг пришла эта негативная эмоция? Как ее остановить?» «Просто вспомни в этот момент о нашем разговоре об этом, мой дорогой», – ответил Бог. И человек действительно внял совет у Бога и стал стараться не испытывать негативных эмоций, а старался больше радоваться, смеяться, любить, принимать, восторгаться, и вскоре почувствовал, что силы его увеличиваются. Но все болезни все равно не проходили. «Господи!» – позвал он снова. «Я сделал все так, как ты сказал. Я научился не испытывать негативных эмоций и вправду почувствовал, как силы мои увеличились. Но почему я продолжаю болеть?» «Потому что ты еще не научился рационально расходовать свою силу», – ответил Бог. «Ты перестал львиную долю отдавать пожирателям силы, но ты продолжаешь тратить ее на избыточные свои проявления». «Что ты имеешь в виду?» – озадаченно спросил человек. «Когда ты делаешь что-то чересчур избыточно, больше, чем нужно тебе на самом деле, ты тратишь силы на то, что тебе мешает, накапливается и начинает приносить разные болезни», – ответил Бог. «Поедите больше, чем вам нужно для того, чтобы жить». «Конечно, я дала вам множество вкусов, и вы пытаетесь их испробовать все, но вы могли бы попробовать каждого вкуса, каждого вида еды, немного, а вы едите очень много, и на эту пищу тратится огромное количество энергии, и ваше тело не может усвоить всю пищу, и она выходит отходами». Получается, что вы тратите свою энергию на выработку отходов, и это приносит вам разные болезни тела. Но и это еще не все. Вы думаете очень много, и большинство ваших мыслей – это просто повторение уже существа ваших ранее мыслей. И на это бессмысленное обдумывание одного и того же вы тратите также множество энергии, и это приносит другие болезни. Вы многое делаете чрезмерно, громко кричите, бурно выражаете свои чувства. «Что же, совсем не радоваться?» – удивился человек. «Ты же говорил, что это увеличивает силу, и я чувствую это». «Конечно, радоваться», ответил Бог. «Но если ты в процессе радости тратишь столько же силы, сколько при этом получил, то это становится нерациональным. Получается, что тебе опять не будет хватать силы. Ты порадовался, получил от этого силу, и потом эту же силу потратил на радость. Понимаешь? Во всем нужно равновесие, иначе на это тратится очень много силы. И даже после радости, но бурной, вы чувствуете себя опустошенными, и получается, что вы не умеете управлять своей силой». Человек внял и этому совету Бога и стал учиться управлять своими эмоциями и своей силой. Он пересмотрел свое питание, стал есть гораздо меньше, и при этом еще стал и меньше денег тратить на еду, что позволило ему покупать себе и своим близким то, что он раньше не мог позволить. Он перестал постоянно обдумывать одни и те же мысли, поняв несуразицу этого процесса. Ведь достаточно было подумать каждую мысль один раз, ну максимум два раза. Он перестал выражать бурные эмоции и стал уравновешенным и спокойным человеком. И в этом спокойствии черпал дополнительные силы. И часть болезней стала отступать. Но все же не все. «Почему так?» спросил он Бога опять. «Ведь я стараюсь сделать все, что ты сказал. Но почему я все еще болею?» «Потому что ты закрыт», ответил Бог. «Потому что, кроме того, чтобы накапливать силы, нужно ее передавать другим. И тогда ты сможешь и получать ее от других. Зачем ее передавать другим?» удивился человек. «Я же только ее накопил. И теперь я ее должен отдать кому-то? А что мне останется? Раньше у меня силу забирали пожиратели силы. А теперь я буду сам ее отдавать?» «Понимаешь ли?» ответил Бог. «Если твоя энергия не будет двигаться, она будет застаиваться. И тогда она будет похожа на болото. А что происходит с болотом?» «Оно гниет!» «Оно гниет!» Воскликнул человек. «Но если я отдам свою силу, у меня ведь ее станет мало!» «Если ты отдашь свою силу, то она вернется к тебе через других людей. Ведь они тоже будут отдавать тебе свою силу». «Все, что ты делаешь, рано или поздно возвращается к тебе. это как бумеранг. Поэтому очень важно не только получать силу, но и отдавать ее. То есть жить так, чтобы твоя сила не застаивалась, как вода в болоте». «Спасибо», сказал человек. «Действительно, все так просто. Но как делиться силой?» «О, это очень просто», ответил Бог. «Поделись своей улыбкой, своей радостью, помоги другому человеку, посочувствуй ему, пожалей его, скажи ему добрые слова, успокой его, сделай любое доброе дело для людей. Так ты сможешь поделиться своей силой. и каждый раз, когда ты будешь кого-то любить, твоя сила будет переходить к тому, кого ты любишь. И чем сильнее ты кого-то любишь, тем больше силы ты можешь ему подарить». «Хорошо», сказал человек. Он стал делиться своей силой, все время пытался кому-то помочь, кого-то утешить, поделиться своей радостью, сказать доброе слово. И он видел, как люди вокруг него становились светлее, и тоже в ответ начинали делиться с ним своими радостями, улыбками, помогать ему и говорить ему хорошие и добрые слова. И силы его после того, как он делился, не иссякали, а наоборот, как бы приумножались. И вскоре он заметил, что его болезни стали проходить. Он чувствовал себя прекрасно. Он чувствовал, что чем больше он отдает другим свою силу, тем сильнее и радостнее он себя чувствует. И вскоре это стало для него не просто естественным отдавать свою силу, но и потребностью. Потому что каждый раз сила в нем менялась. Потому что каждый человек давал ему какой-то новый вид силы, не похожий на другие. И он даже стал изучать эту полученную от других силу. И ему даже стало более интересно не просто растить силу в себе, но получать ее от других. Теперь у человеком было много сил. Он был здоров, но все равно чего-то не хватало. Он вспоминал, что в молодости у него была не просто сила, но и какое-то особое состояние, какая-то особая сила. конечно та сила, которую он получал от других людей, была очень интересна и нравилась ему, но все же он хотел вернуть ту необыкновенную силу молодости. И он опять обратился за советом к Богу. Видишь ли, ответил Бог, когда ты был молод, ты был увлекающимся, для тебя все было новым и интересным и потому давала тебе особую силу восхищения. У каждой силы есть свои оттенки. Ты уже заметил это, когда стал получать силу от других людей. Есть сила нежности, есть сила радости, а есть сила восхищения. Ты перестал восхищаться все стало тебе известным и поэтому более не восхищает тебя. И поэтому ты не получаешь эту особую силу, силу восхищения. Многие люди, потеряв силу восхищения, стремятся постоянно найти ее и потому отправляются в дальние странствия, искать новое и удивительное, чтобы опять почувствовать это великолепное состояние, силу восхищения. Но даже если все тебе стало известным, это не означает, что ты не можешь испытывать при этом радость, потому что закон тот же. каждое дело, которое ты делаешь без радости или другой положительной эмоции, тратит свою силу. И каждое дело, которое ты делаешь с радостью или с положительными чувствами, неважно, воздвигаешь ли ты города или просто метешь улицы, наоборот, наполняет тебя силой. Даже если просто ходить с радостью, получая удовольствие от простого процесса хождения, можно получить силу, а не тратить ее. Мне так хотелось, чтобы вы это поняли и побольше радовались, но вы умудряетесь большинство в своей жизни делать безрадостно. Вот ты разве любишь свою работу? Нет, согласился человек. но эта работа приносит мне неплохой заработок. Я могу содержать свою семью. А редко какая работа, которая приносит радость, может принести много денег. А ты попробуй, улыбнулся Бог. И человек попробовал, потому что все, что ранее советовал ему Бог, давало свои плоды. Раньше в молодости он неплохо рисовал, и это приносило ему огромную радость. Но потом он это забросил, и он оставил свою прежнюю работу, и с головой окунулся в рисование. И неожиданно для него его картины стали неплохо продаваться и приносить ему деньги. И теперь его жизнь наполнилась радостью. Он научился ходить с радостью и подметать с радостью. Он стал путешествовать вместе с семьей и находил в мире еще столько неизведанного и восхитительного, что в его жизнь опять вошла сила восхищения, сила молодости, когда-то потерянная. Его жизнь стала прекрасной. Он забыл, что такое болезнь и отсутствие сил. Единственное, что иногда не давало ему покоя, это слова, когда-то сказанные ему Богом. Каждый раз, когда ты будешь кого-то любить, твоя сила будет переходить к тому, кого ты любишь. И чем сильнее ты кого-то любишь, тем больше силы ты можешь ему подарить. «Как же так?» думал человек. «Тогда просто страшно любить! Может, я так полюблю, что отдам всю свою силу?» И он обратился опять к Богу с этим вопросом, который мучил его. «Когда ты любишь, в тебе открывается источник неисчерпаемой силы», ответил Бог. «Источник неисчерпаемой силы», воскликнул человек. «Расскажи мне о нем, ведь миллионы лет люди ищут источник неисчерпаемой силы». «Этот источник есть в каждом, и это очень просто», ответил Бог. «Видишь ли, я сделал так, что в каждом из вас, в вашем сердце, был канал связи со мной, а я, как ты понимаешь, обладаю неиссякаемой силой, я ведь Бог, и каждый из вас может воспользоваться этим неисчерпаемым источником, этим каналом связи со мной, и черпать оттуда всю мою силу». «Как это сделать, Господи?» воскликнул человек. «Открой мне секрет». «Этот секрет очень прост. Это очень мощная сила, и ты можешь воспользоваться этой силой, если не будешь уступать мне в мощи, иначе ты не сможешь впустить в себя эту силу», сказал Бог. «Не уступать тебе в мощи?» воскликнул человек. «Разве это возможно? Ведь ты же Бог». «А ты мое дитя, созданное мною по образу моему и подобию», улыбнулся Бог. «Да, я что-то читал об этом», сказал человек. «Но как мне открыть этот источник силы в себе?» «Секрет в том, что воспользоваться этой силой ты сможешь только когда будешь мне подобен». «Да, я понял», нетерпеливо воскликнул человек. «Но как же быть тебе подобным?» «Что ты знаешь обо мне?» с улыбкой спросил Бог. «Ну, ты сотворил весь мир и все живое», ответил человек. «А еще ты знаешь с помощью чего я это сотворил? «Что ты еще слышал обо мне?» спросил Бог. «Все говорят, что Бог есть любовь», ответил человек. «Именно», сказал Бог, «и сотворил все миры я с помощью творящей неисчерпаемой силы, называемой у вас любовью. И поэтому ты сможешь стать подобным мне и получить всю мою мощь и источник неисчерпаемой силы через канал связи со мной всегда, если будешь любить. Любить так же, как я люблю вас». и под м